25 мая 2000 на 24 года яровой лук машин весь сезон все весной идут дожди вот всю ночь прошли дожди погода в этом году не дает нам нормально отрабатывать по удобрениям дожди мешают влажность сумасшедшая поливы остановили прошли вот культивацию но скорее всего это просто как говорится вчера прошли вот кусок я думаю что это все рассматривать потому что опять дожди опять дыхания нет науки вот поэтому не можем дать нормально удобрения многие фермеры сейчас допустим на этом этапе роста сейчас идет допустим два-три настоящих листочка вот цвет видите совсем не такой какой должен быть светлый из-за того что очень много влаги поэтому решили сделать культивацию но культивация здесь не поможет многие фермеры путают и начинают бахать азотом что совершенно мое мнение совершенно не нужное как говорится действие на этом этапе азот лук не требует вернее требует но не в таких количествах как допустим если работать голой селитрой мы сейчас будем вносить в первую очередь будем носить маф вот это будет моноаммоний фосфат а будем дробно вносить по 50 килограмм на гектар в нем 13 процентов аммонийного азота вот будем вносить через а через полив чередуя с нитратом кальция для чего нужен нитрат кальция в нитрате кальция особенно вот в желтых мешках уронхимовских он концентрированный вот кальция достаточно там 33 процента и 17 процентов азота в совокупе с мафом по азоту у нас в общем получается 30 процентов вот этого азота будет достаточно на на старте вот этого лука так как сейчас формирую формируется корневая система чтобы развить эту корневую систему азот он в больших дозах не нужен не нужен для чего чтобы развить для того чтобы развить корневую систему но вот в такой стадии лука все-таки мы будем давать маф по 50 килограмм через раз в итоге дадим на 150 трехратное применение и между ними будем давать концентрированный нитрат калия кальция извиняюсь вот в совокупе это будет хорошее хорошее питание на старте для того для чего для того чтобы развить и укрепить укрепить корневую систему в этом периоде лук не требует больших доз внесения азота сейчас он не нужен нам сейчас вот самое главное развить корневую систему азот нужен будет тогда когда пойдет период активного нарастания перья я думаю это фаза 5-6 листов вот тогда можно будет активно работать азотом то есть селитрой а до него до него я считаю что нужно пройти обязательно фосфором и кальцием то есть это маф и концентрированный нитрат кальция вот они дадут стартовую стартовое питание для развития корневой системы чем мощнее корневая система тем лучше будет усваивать азот в будущем когда пойдет уже активное нарастание перьев активный рост вот тогда уже можно работать именно азотными удобрениями то есть синкры